Итак, всем большой приветик, мои дорогие любимые. Какая женщина не любит с утра подавить прыщи? Мне кажется, каждая женщина с утра любит подавить их. Ну, я не исключение. Но это не обменяет того факта, что я должна для вас лейтого складика-раскупчик. Так что начнём с... Освещение, конечно, ничего хорошего. Так, на эту неделю я бы хотела посмотреть именно по событиям. Как у вас придёт эта неделя по событиям. Всё, перевернула. Всё, давайте начнём. Я вот не знаю, прям, как фон настроить. Он не настраивается. Сейчас я выплющу. Это вообще жесть. Да, трындец. Так, ну что, поехали. Козерожки. Что вас ждёт на этой неделе в любви? Козерожки. Что вас ждёт на этой неделе в любви? Козерожки. Козерожки. В принципе, вы знаете, карта достаточно существенная козерогам, потому что действительно мы всегда терзаемся смутными сомнениями, да, о том, что, может быть, это не наш человек, может быть, мы не хотим всё-таки с кем-то быть, может быть, стоит, например, дать шанс какому-то другому человеку и так далее. В принципе, опасения – это внутреннее сопротивление человека, да, либо я не хочу с кем-то быть, и даже чтобы этот человек появлялся в моей жизни, да, почему ты снова пришёл, объявился или пришла, либо это просто ты не мой человек, и я чувствую, что я не могу тебе доверять. Вот, возможно, кто-то будет прям реально на этой неделе подводить ваше доверие. По деньгам по учёбе что у вас? Послание. Те, кто работают дистанционно, онлайн, да, очень хорошие будут денежные поступления. Если вы работаете на кого-то, да, то послание – луна и семёрка кубков, то есть кто-то будет вас кормить обещаниями и иллюзиями, что я тебе столько денег дам, я тебе столько там, не знаю, денег подарю, я тебе столько всего куплю, или я тебя приглашаю куда-то в определённое место, я за тебя заплачу, готовься, чтобы куда-то сходим или съездим, слетаем. То есть вот кто-то будет вам, конечно, жёстко на уши приседать по поводу того, что вы с этим человеком куда-то, прям очень классно проведёте время, поедете, отправитесь. Будьте к этому готовы. Фон недели ключ. Хорошая карта купли-продажи какой-либо недвижимости, да, движимый-недвижимый, вот. То есть по ключу это заключить также договор, сделка, купли-продажи. А вообще у вас очень интересно карты показывать, да, пятёрка жезлов с ключом. Вообще это, ну, пусть это будет банально, но закрывайте двери в квартире, в домах, везде закрывайте двери, потому что, ну, что-то может произойти, кто-то может прийти к вам, неожиданно, да, или себя неадекватно вести, короче. Поэтому будьте тоже осторожней и в плане сделок, то есть заверяйте всё, чтобы всё было чётко у вас, как по маслу, да, чтобы не было потом никаких проблем, не дай бог нюансов. Девна. Любовь – шанс. Девы у вас на любовь – шанс. Да, у вас идёт дать шанс мужчине козерог, девы, телец, либо знакомство с этим мужчиной, либо дать шанс своему мужу, партнёру, что он, ну, может быть, что он исправится, что он будет лучше. То есть кому-то в любом случае дать шанс у вас идёт. Здесь ещё идёт по любви реализовать себя как отца, реализовать себя как мужа, реализовать себя как... Вот у мужиков очень ярко проходит, как какой-то яркий, состоятельный мужчина, да, то есть реализоваться на этой неделе в плане любви. Подарить человеку другому шанс, возможность быть со мной. Вот у вас что-то такое проходит. У девчонок то же самое, то есть также вы, получается, у меня дарите шанс другому человеку. Хочешь быть со мной, будь. По деньгам, по учёбе у вас изобилие. Это очень хорошая карта. Это карта денежная. Изобилие – это когда всего сверх нормы, да, то есть не просто достатки, а много всего. То есть это деньги идут, идут, идут. Классно. Да, можно и сюда потратить, и сюда направить, и сюда. Может быть, просто такая неделя у вас, допустим, зарплатная, и кто-то долг вернёт, и там ещё откуда-то деньги придут. То есть вот прям, может, премии какие-то. У вас прям идёт крупное денежное поступление. Может, компенсацию кто-то, да, выплатит. То есть у вас прям идут хорошие денежные поступления на эту неделю. Всё, что касается учёбы и просто работы. Тоже изобилие. Прошу прощения, что зевала. Вы сами видите, какая погода. Это просто ужас. А ещё время в 7 утра. Обратите внимание, короче, на взаимодействие в плане учёбы. То же самое, вдалилися длинницы мужчины. Он вам может очень хорошо помочь. Вот, например, в учёбе там, да, что-то списать, написать, сделать. Здорово. В понеделе у вас карта времени. У вас есть такой момент, что вы навострелили лужню. Либо куда-то уехать, либо куда-то переехать. То есть вы ждёте возможности, шанса, звонка, сообщения, денег. Вот какого-то слова, типа, можно, еду, делай. Надо, чтобы согласовать, и тогда я сделаю. То есть у вас идёт вот ожидание этого момента. Вот какой-то вот такой вот интересный момент в вашей жизни, как шанс и возможность, появится через 3 недели. Максимум. То есть у вас всё будет делаться, 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 да. И как итог, всё свершится через 3 недели. Тельце. Тельце, у вас карта исцеления на любовь. Влюблённую, то с мечей дьяволу. Слушайте, у меня такое ощущение, что вы будете признаваться в чём-то своему партнёру. Ну, может быть, вы гуляли, может быть, вы изменяли, может быть, вы не договаривали, да, правду, либо не говорили её вовсе. То есть у вас здесь идёт признание, в чём бы то ни было. я в чём-то каюсь, в чём-то тебе признаюсь, и от этого я исцеляюсь. То есть что я наконец-то сказал тебе, да, или сказала тебе правду. И мне от этого легче. Вот. Чём будете у меня заниматься на этой неделе. Также многие соберутся силами и будут прояснять с человеком отношения. Вот так, и так, и так, и так, и так, и так. Тоже. Чтобы морально жилось легче. О, по деньгам у вас обновление. Обновление баланса, да, обновляйте баланс. И такие, ух ты, денежные поступления, крутяк, крутяк. Да. Восьмёрка Пентакли это приток финансов, приток какой-то новой информации. Также у нас по Восьмёрке Пентакли вам могут предложить какое-то новое дело, да, чем-то новым заниматься, карьерный рост. Либо придёт, например, долгожданная какая-то информация, бумажечка даже маленькая, без которой вы не могли дальше продвинуться. То есть у вас идёт вот на этой неделе почва, после которой вы идёте дальше. Наконец-то что-то появляется, что-то приходит, какая-то долгожданная бумажка, сообщение чьё-то, да, звонок. То есть, наконец-то я получаю информацию, добро, что я могу дальше двигаться, что я дальше могу что-либо делать. Вот, карта выбора. Карта выбора. Господи, одни жезлы. Я выбираю то, что я не нагулялась. Я выбираю то, что я ещё не навеселилась. Я выбираю, что я ещё хочу жопой трясти, развлекаться. Я хочу ещё эмоций. Я ещё не нажилась. Мне ещё не нужен пока брак, семья. А если есть, я хочу каких-то новых эмоций. Я хочу вот как-то развлекаться. Я, короче, хочу веселиться. Мы поторопились. Идёт какое-то признание. Я очень много взвалила, например, на себя. И я хочу реально расслабиться. Я хочу как-то круто провести время, отвлечься. Я хочу пожить для себя. Здесь прямо идёт такой акцент. То есть, в этой неделе будете очень много там заниматься собой, волосами, ноготочками, да. Там барбершопы, если вы мужчина ходите. Какие-то подарочки себе делают. То есть, вы прямо будете исключительно нацелены на себя на эту неделю. И, в принципе, вот эта шиза у вас будет продолжаться месяца два. Я не нагулялась. Мне кажется, я прожигаю свою жизнь. Овны. Риск. На любовь выпадает карта риска. Внутренние страхи, переживания о том, что я что обещала могу не сделать, да. Я переживаю о том, что вдруг я буду пиздоболкой, вдруг я всё-таки не смогу, да, там, другого человека счастливым, вдруг я всё ещё не выздоровела, вдруг я, ну, не выздоровела в ментальном плане. То есть, здесь идут ваши внутренние овенские переживания на эту неделю, что вдруг мне на что-то не хватит, а вдруг я не успею срок в срок всё сделать, а вдруг меня всё-таки не так уж и любят, и ждут, где бы то ни было, да. То есть, вот, и мне, может быть, и не надо с этим человеком, там, общаться, иметь отношения. Может быть, всё-таки правду, там, про тебя какую-то гадость говорят. То есть, у вас здесь идёт сопротивляться чувствам, эмоциям, потому что анализ идёт очень жёсткий в голове, а получится у меня или нет. Вот, от этой недели такое веет. Денежки. Аж две карты. Праздник и препятствия. Ну, смотрите, овные, у вас на этой неделе вообще должно всё получиться, всё, что вы запланировали, но, конечно же, мы обращаем внимание на карту препятствия. Если она выходит, это говорит о том, что, ну, некий барьер, который нужно будет преодолеть. Это может быть, например, ну, знаете, там, прийти в школу, допустим, записаться в школу борьбы, при этом вам скажут, ой, ну, да, классно мы вас берём, конечно, занимайтесь у нас, но вы должны ещё справку принести, там, сходить ко врачу, что у вас нет проблем со здоровьем. Вот. И вы такие, да, блядь. То есть, ну, вот такой момент. Понимаете? То есть, всё у вас получится на две недели, но не, но не без вот этого ебучего но. Фон недели. Начало. Слушайте, это смена места жительства, работы, профессия, института, да, поменяйте людей вокруг себя, друзей. То есть, у вас прям действительно идёт до и после. то есть, эта неделя для вас будет полна изменений и достаточно кардинальных для вас. Вы даже можете немножечко так не догадываться, что это может быть, потому что это будет как вау-эффект, как снег на голову. И тем более, вы будете очень заняты вот этим препятствием по работе, которое надо будет решать. Ууу, мне прям сзади уши, знаете, давят очень сильно, больно. Так, ай, если у меня сейчас башка начнет болеть, я сразу выпью. Мигрения. Оливы. Опять две карты. Солнце, счастье, прошу прощения, и тайна. Счастье и тайна на любовь. Слушайте, интересная, сочетание, знаете, вот эти карты, которые предсказывающие, да, события, они очень связаны, да, каждый друг с другом. Я вам так скажу, что это, здесь может быть несколько вариантов развития событий. Первое, это осознать, почему вы несчастны. Например, у вас все круто, вы в отношениях, или даже браки, у вас дети, семья, но все равно есть чувство какой-то неполноценности, да, что все вот как-то не так, как будто было вокруг меня, и мне некомфортно, мне хочется убежать, хотя я люблю родить своего мужа, да, или жену, мне вот хочется убежать, мне как-то некомфортно, вот, и здесь идет, как раскрываются тайны, да, вашего подсознания, то есть, что происходит не так. изнутри будем доставать все проблемы, и, соответственно, приходить к тому, что, почему так мы себя ведем. То есть, на этой неделе, если, допустим, у вас, вот у меня бывает такое, например, состояние негативное, да, что вот я что-то хожу бешено, а по факту я чувствую, и, ну, просто вот, не знаю, все, я не научилась понимать, что это такое, потому что нет даже знаков, с чем это связано, но действительно, потом просто, там, в течение двух-пяти дней, я узнаю о том, что что-то произошло, кто-то произошел, да, и понимаю, почему я так это бесилась, непонятно почему. У вас та же самая тема. Также, может быть такое, что, наконец-то, ваш партнер или партнерша вам открываться будут только вот на этой неделе, и вы будете в ладоши хлопать, ножками топать, что, наконец-то, человек созрел. Открывать друг друга будете, узнавать друг друга. Если вы в ссоре, ну, вообще, такие карты говорят о том, что, давай оставим все, что между нами было, типа, мы счастливы, и друг без друга, в принципе. По крайней мере, на эту неделю так выпадает. По деньгам, по работе, по учебе, за рождение. Хорошая карта. Те, кто хотят там начать бизнес, какое-то дело, начать жизнь, жизнь заново, да, попрощаться с какими-то людьми, с чистого листа начать жизнь, возможно, даже все бросить, да, и уехать просто с одним чемоданом. это неделя для вас. И она такая, что чем больше вы будете вкладываться в свое состояние ментальное и заниматься тем, что вам нравится, тем больше вы будете с этого получать откликов, денежек, и будете себя очень комфортно чувствовать. у вас идут обиды на какую-то коллегу или, ну, по работе девчонку в одолевесе и близнеце. Может быть, даже конфликтик будет. Фон? Освобождение. Господи, у меня в голове песни «Я счастливый, как никто, я счастливый, или это что?» Реально у вас идет освобождение либо от семейной мудрости, так сказать, либо от каких-то псевдомудрецов, которые дают вам советы, если вы ими не пользуетесь, значит, вы какие-то плохие. Возможно, это родители, которые требуют от вас сверх нормы. Даже если вам лет уже 150, это не имеет значения, то все равно родители требуют «Ты должна быть лучше, или должен быть лучше, ты должна это делать, это». Просто у вас будет осознание того, что, господи, взрослый человек будет делать так, как я считаю нужным, потому что, что я считаю нужным, и есть правильное. Вот так. То есть у вас идет освобождение от чего-то мнения, от чьих-то взглядов, моментов, кому-то что-то показалось, нравится, не нравится, но мне все равно, что он нравится, не нравится, мне это не нравится, или мне это нравится. Прям вот такие у меня эмоции, жестко, блин там. Стрельцы. О, на любовь у вас идет победы. Ну, конечно же, если у нас на любовь выходит карта победы, это говорит о том, что мы либо находим своего человека, либо отбиваем его от кого-то, если нам это нужно, получаем, так сказать, как трофей человека, в особенности, если это касается водолея, веселья, близнецы, мужчины. Вот. Остальные знаки зодиака, ну, еще овен, лев, стрелец, тоже касается. Правосудие, то есть вы прям, здесь сто процентов идет однозначно ваша победа. Остальные же знаки зодиака, здесь какие-то сложные, напряженные отношения, которые непонятно, во что разовьются, и будут ли они вообще развиваться дальше. Как будто бы на чем-то терпении в большей степени держатся эти отношения. По деньгам, по учебе, выход. У вас идет новое начало еще и по звезде, и по семерке мечей. Это такое ощущение, что вы кого-то ныть бьете, или вы скажете кому-то, блядь, там, ну, пойдете против системы, короче, для получения результатов для самих себя. У вас тут идет какой-то с вашей стороны крысятничество, которое играет с вами не злую шутку, а вам на пользу. То есть вы, поступив как крыса, получаете все и уходите с победой. Стрельцы, я вас боюсь на этой неделе. Вы же, когда крысятничаете, нихуя не понятно. Ой, уши закладывают. Да, у вас прям идет, знаете, то ли про кого-то что-то расскажете, блядь, то ли вы сольете про кого-то информацию, то ли какого-то челика сольете. И это вам очень на руку, блядь, сыграет. То есть у вас идет крысятничество во благо, наебать кого-то во благо. Удивительные вы, конечно, люди. фон. Надежда. Вера, надежда, ой. Ой, а тут идет что-то болезненное. Запивать горе, закрывать на что-то глаза, тусить, развлекаться, хотя мне больно, мне плохо, да, я страдаю. То есть вот у вас есть от этой недели ощущение, что, может быть, вы будете ждать, что какой-то парень-девушка к вам вернутся, друг-подружка, либо что будет грызть, вот как говорят, угрызение совести, да, будут, чтобы все-таки какого-то человека подставили, обманули, вот, поступили в пользу самим себе, вот, то есть, да, а не во благо другому человеку. Вот есть какой-то у вас такой момент, что, вот как угрызение совести будут, и будете, соответственно, надеяться на то, что когда-нибудь станет легче, или что, ну, с человеком все будет нормально, может быть, его не уволят, может быть, все не так будет и плохо, но просто вы можете на этой неделе что-то сказать на работе, на учебе, да, про человека какого-то, про ситуацию, которая для другого обернется полным коллапсом вообще. Вот в чем прикол от этой недели. Скорпионы. На любовь у вас идет баланс, да, карта баланса. карта баланса. это вот такое у меня ощущение здесь, вы хотите просто у кого-то вам не хватает, потому что идет такой момент, что вы скучаете, у вас какие-то воспоминания по какому-то человеку, может быть, совместному будущему, который вы планировали. Здесь идет либо физическая потеря, да, либо, ну, просто там разошлись, просто попрощались, даже может быть какой-то друг, вот. То есть здесь идет вот тяжело от того, что вы потеряли как будто человека духовно близкого вам, то есть вот с которым прям вам реально было здорово, классно и хорошо. Такой моментик я просвеживаю вас, конечно. Так, посмотрим. Вот что? Вот я вижу, что все равно эта неделя странно проходит, что вы у меня на этой неделе будете в плане любви все анализировать с точки зрения материального, что вот я для тебя столько делаю, а ты для меня нисколько не делаешь, или очень мало, или я для тебя стараюсь, да, так вот, так и так, и так корячусь, а ты нет. То есть у вас идет анализ, сколько вы делали и делаете, да, для человека, и для вас, что нихуя не делает человек. Вот, будете анализировать этот момент. Работа, учеба, опять две карты, подарок и путь. Блин. Вике, что ли, написать? Я вот сейчас думаю, я что-то отстранилась от всех. Она у меня скорпион-подружка-то. Да она сама, блядь, пропадала, бывала, знаете, скорпиониха на девять месяцев, на год, блядь. Я просто сейчас что-то анализирую. А тут я просто пропала. Ну, здесь ситуация, там много чего было, говна всякого, разного. Ладно, ладно, все. Я ее по-прежнему люблю, она просто... Ну, сейчас вот я как будто морально, вот только сейчас, блядь, у меня как щелкнуло в голове, чтобы не отпустило. Не знаю, посмотрим. Ладно, напишу я, Вике, напишу. Так. Просто столько воды утекло в тот момент, это в Бруси, жесть. Но она поймет, почему я. Я ее не обижала, ничего не делала, просто я исчезла, блядь. Ну, чисто моя тема. Я реально, я просто исчезаю, блядь. Я ничего не объясняю. По-английски, блядь, ухожу всегда. Понимаю, осознаю свою вину, что я гнида. Извиняюсь за это, блядь, но, слава богу, что я гнида, только в плане ментальном. Больше ни в каком. Вот. Смотрите, скорпиончики, у вас, у меня бабушка скорпион, я вас обожаю. Блядь, блядь, мне тяжело, нахуй вы скорпионы, вы должны просто меня понять, и все, почему я с Викой не общалась, блядь. Просто, это не объяснить, блядь, просто я вот закрылась, и все, в себе я ни с кем, в принципе, не общалась, блядь. Я ни с кем никуда не ходила уже очень давно. Ну, только с Янчиком, со своей семьей, все, я отстранилась от многих. Но то были причины, очень болезненные для меня. Слишком много, нахуй, предательств было, блядь, за один месяц, блядь. Короче, ладно, извините, пожалуйста, скорпионы, у меня, блядь, крик души, простите меня, пожалуйста. По деньгам у вас, смотрите, безусловно, подарок и путь, то есть, это действительно какой-то подарок судьбы, может быть, что-то долгожданное, может быть, повышение по работе, там, например, да, в какой-то степени, может быть, продвижение по карьерной лестнице, то есть, у вас очень, прям, очень, очень, очень хорошо по денежкам идет на этой неделе, также подарки, действительно материальные, какие-то блага, сюрпризы вам, всякое такое, ой, блядь, карьерный рост тоже намечается у вас на этой неделе, вы единственное в плане работы, будьте поосторожнее, потому что идут люди, которые либо будут вам говнить, например, пообещали, не сделали, но это касается только работы и учебы, то есть, надейтесь на этой неделе на себя, прям, по максимуму, самый напряженный будет у вас, вторник, прям, надо будет самим решать быстренько вопросик, фон недели у вас карты дороги, куда-то я отправляюсь, еду, улетаю, переезжаю, возможно, да, смело дислокации, место жительства, прям, да, прям здорово, вы куда-то у меня отправитесь в путешествие, рыбки, рыбки, у вас на любовь удача, рыбы сейчас такие, да, действительно, у вас на любовь прям идет такая удача, что все ваши домыслы именно негативные, они коту под хвост, то есть вы исключительно реально додумывали, домысливали, анализировали и были неправы, в том, что вот вам казалось там, что все будет плохо, ваша депрессион куда-то уйдет, то есть наконец-то у вас нормализуется личная жизнь, если были какие-то ссоры, скандалы в отношениях, тоже все нормализуется, вот такие вот букеты конфеты будете получать, соответственно, если вы у меня одиноки, то обратите внимание на этой неделе на знак зодиака, козерог девотелец, просто в вашем окружении обратите внимание на мужчин и женщин, козерог девотелецов, с ними вам будет очень хорошо проводить эту неделю, и также возможно там будет ваш потенциальный мужчина или женщина, кого вы ищете. По денежкам по работе, прорыв, карта долгожданного прорыва. Это знаете, когда крылышки вам обрезают-обрезают, ничего не получится, не суйся, не делай, не думай, не надо, да куда ты прешься, еще что-нибудь. Наоборот, то есть вы тот самый человек, у которого все как раз-таки получится в этом ваш урок, пройти через отрицание общества, которое вас в итоге по миру примет. Вот, у вас идет типа окружение сейчас, которое негативит на вас, может быть, коллеги какие-то негативные, потом будут вам говорить, какие вы молодцы, и вы всего добились, и мы всегда в тебя верили, да, то есть вы ощутите вот эту фальшь. Еще немножечко осталось до вашей колоссальнейшей победы. Будьте очень горды собой, что вы очень много прошли, так сказать, да, пережили, вот что. Вы молодцы. Фон недели – любовь. Правосудие, пятерка Пентакли, очень много вас людей пытались всячески там обидеть, да, унизить, растоптать, оскорбить всячески, то есть вот здесь идет такой момент, что к вам те, кто жопой были повернуты, сейчас будут лицемерить, поворачиваться, ну, лицом, соответственно, да. Голова болит за меня, вот здесь долбит. Кто-нибудь знает, что это? Вот здесь долбит, за ушами, вот тут. Прям вот тут вот, перепонки, да? Очень болит, блядь, прям пиздец. Меня прям сжимает, сжимает, я просто, блядь, просто уже привыкла к боли, так сказать, потому что мигрени для меня – это норма, блядь, к сожалению. Вот, это не лечится, к сожалению, тоже. Вот, поэтому я сижу, терплю-терплю, но уже на вас не смогла, простите, рыбки тоже. Уже прям вообще, да нельзя, очень больно. Ой. Да, рыбки, у вас еще такой моментик, очень большое количество на эти недели скрывается, блядь, тайных поклонников и признаний любви к вам, в особенности от какого-то вашего же знака зодиака, рыбора, скорпиона, мужчины. Вот, то есть идет такой моментик прям, что человек говорит, да я всегда тебя любил, или это вообще какая-то школьная детская любовь, возможно, да, то есть у вас прям такой вот моментик проходит. Ждите, короче, прилива чувства любви, нахлынувшей на вас, да, от этой недели раки. Знания на любовь. Информация. Я узнаю какую-то информацию, после которой я рушу стабильность с человеком, я разрушаю дружбу с человеком, я разрушаю любовные отношения с человеком, я не хочу больше с этим человеком общаться, встречаться, иметь какие-то общие связи, то есть у вас идет осознание, что кто-то в окружении предатель, либо кому-то не стоит доверять, либо кто-то нечестный человек, то есть вы прямо у меня отстраняетесь на этой неделе. Вот, боже мой, лежит вот так вот мой таракашка, ты мой тараканчик, боже мой, хороший мальчик, ну ладно, он лежит, балдеет. И через время потом опять с человеком сходитесь, опять миритесь. Вы у меня драма квинт, что ли, на этой неделе, блять, вам надо кого-то нахуй послать, чтобы потом к сердцу прижать. Короче, вы у меня будете устраивать клоунаду, блять, мозгоебством своему окружению, типа, да, я знала, что ты гнида, нет, ты что, ты не понимаешь, я все поняла, то есть у вас прям будет такая шиза, знаете, но по факту вы будете правы, вы будете правы, но потом поймете, что, бля, ну ладно, все же совершают ошибки, деньги, работа, учеба, спасение, из какой-то жопы будете доставать человечка, у вас прям идет, что вы то ли упустили какой-то момент, то ли уже проебываетесь там по обещанному времени, например, да, сроком каким-то, то есть, и вы прямо у меня это, в поле ветер, в жопе дым, побежали быстрее, жопу мыли, решать все вопросы быстрее, быстрее, потому что либо все затянулось, либо наоткладывали до последнего момента, и сейчас придется жопу порвать, чтобы все, решить вопрос, все сделать, господи, у меня такого большого таблетка, которым я закидываюсь, мне уже плохо мне, боже, у меня же там, что только не, это, воспалились гланды, потом, у меня каким-то образом травматический стоматит, одна точечка на губе, потому что я грызу губы, и у меня вообще пиздец, короче, я таблетками какие-то, блядь, не закидываюсь, у меня уже, блядь, аллергия была на все ебала, за эту ебаторию, да, короче, у вас жопу мыли, будете бегать, раки, фон, погружение, что вы там, куда вы меня погружаетесь, ну, действительно, здесь идет, это логично, в процесс погрузиться, а что за процесс, чего-то, вот, у меня такое ощущение, что вы тут говорите о том, что я хочу чего-то нормального, я хочу чего-то здорового, я хочу чего-то нормального, я хочу чего-то адекватного, что вы у меня тут будете иметь в виду на этой неделе, это может касаться любви, может касаться работы, может касаться семейных отношений, родственных, да, в любом случае, это касается взаимоотношений, с ребенком, возможно, рыбой, раком, скорпионом, если у кого-то есть, потому что, выходит паш кубковый здесь идет вот то желание что я как будто запуск запустил или запустила вот эту часть своей жизни я хочу это исправить такой момент у вас проходит вы будете этим заниматься после получится в среду вас как-то нахлынет до пятницы вы все решите по крайней мере поймете как решить там тот или иной вопрос так водолеи опана любовь-прибыль ну конечно водолеи обыске мне когда не буду до отшельник по что не так лера цель кубков у меня такое ощущение что либо вас будут пытаться купить либо вы будете пытаться купить любовь может быть действительно будете кого-то снимать а может действительно будете за кого-то платить просто потому что уже настолько устали быть одни до что уже готовы платить за человека лишь бы просто с вами был он или она то же самое касается тех кто парит но те кто парит тут больше идет какой-то меркантильный интерес знаете как развести мужа на сумочку до или развести жену там ей подарочков надарить чтобы на рыбалку отпустила то есть тут есть свои свой интерес какой-то этой неделе если вас ссоришь человеком ну идет какой-то вот интерес просто к вам да то есть не то что там вас любят и хотят быть с вами интерес а я такое не люблю то есть да вы можете быть вместе если вы купите грубо говоря любовь от человека по деньгам у вас встреча по работе встреча очень важная она состоится у вас на этой неделе слушайте здесь идет трансформация либо это человек рыборак скорпион женщина который меняет вашу жизнь плане работа учеба лучшую свою либо которая так сказать разочаровывается в вас да и понимает что зря на вас положилось и вообще зря вам там помогает может быть она до или лет какие-то советы то есть зря я вообще это все затеяла с тобой какой может быть момент у нас до получения информации еще от какого-то овна льва стрельца и что типа у меня изменилось к тебе отношение из-за этого то есть немножечко булки в этом счету подожмете кто-то на вас может на стуча на стучит или что-то скажет блять про вас или знаете как ситуация глупая что вас поставили вот что-то аля такое будьте поосторожней короче в работе в учебе на этой неделе иллюзия еще у вас фон недели на иллюзия здесь касается того что почему-то я счастлива от того что я сделаю как моей жизни все то есть здесь какая-то игра самими собой что у меня все хорошо как будто такой но вы ловите шизу что то есть вот я просто за вас переживаю потому что тут проходит момент такой что будьте еще поосторожнее вот один лев стрелять женщина у вас выходит она имеет влияние на какого-то императора на это начальство или какой-то важный дядька и может вас очень хорошенечко подставить для собственной выгоды я вам уже не по моему не первую неделю говорю водолей что вы себя окружили большим количеством крыс и нужно их травить нахер потому что дальше будет только хуже и вы просто будете очень потом переживать за то что у вас все как-то через жоп на лучше проконтролировать этот процесс чтобы не наступать в красивые какашки близнецы классная любовь удивление мои хорошие чему вы там удивитесь у меня близнецы в плане любви у вас идет удивление вот те кто к вам относился плохо негативно признаются в любви или помогают вам в чем бы то ни было да потому что оказывается человек вас уважает вы нравитесь этому человеку а тот кто там попу лизал грубо говоря да тот кто был с вами самым нежным самым ласком самым милым поворачиваются к вам пятой точкой соответственно здесь идет разное осознание того что вот оказывается вот этот человек вот так ко мне относится да этот вот так то есть как-то у вас будет не понимание того что а почему так себя люди ведут потому что ставки были на других людей ну что кому вы будете доверять или с кем вы будете в отношениях у вас внимание вышло четыре старших аркана дальше влюбленные башни чтобы быть счастливыми чтобы быть в здоровых отношениях нужно что-то разрушить сначала вам то есть это либо попрощаться с какими-то подружками друзьями то есть вычеркнуть людей которые для вас являются разрушительными которые вам вкидывают почву для размышления о том что вы в чем-то не правы там какой-то человек плохой какой-то хороший то есть вот и вы вас грузит человек да не принимает вашу позицию не поддерживает вас именно грузит вот вам нужно это неделю заняться чисткой таких вот персонажей на деньги у вас карта укрытия но это скрывать доходы можно там от налоговой может быть от семьи да там от родителей чтобы не давать им денег или там от родственников каких-то может быть просто откладывать на что-то чтобы кому-то не помогать то есть у вас идет такой момент как у кого-то даже в зависимой ситуации то есть это работать на нелюбимой работе на чем не еще заниматься либо терпеть что-то но я не уверена что это временно это как будто знаете нелюбимая работа но очень хорошо оплачиваемые или терпеть не могут этот институт а меня там ждут потом за границей где-то буду работать то есть у вас прям идет такое но я потерплю потому что он деле у вас успех карта успех у вас связан с взаимодействием с неким козерогом делайте лицо мужчиной причем этот дядька либо вам дает какой-то рост карьерный либо связи какие-то важные вам организовывать на этой неделе либо это просто какой-то очень важный для вас персонаж который в дальнейшем открывает вам глаза на многие вещи эти многие вещи вообще касается заниматься тем что нравится иметь правильный доход что ли вот здесь идет ощущать себя на своем месте то есть он вам будет знаете как какой-то старейшина которому приходишь за советом он вот эту мудрецу да он очень много действительно знает и ты его прислушиваешься но и одновременно есть страх что блин я столько времени там потратила до или потратил на то чтобы это осознать то есть не грузитесь тем что вы там потратили сколько времени да и как вы могли могли бы раньше додуматься живите здесь сейчас сделайте сейчас никогда не под вот это лозунг этой недельки весы на любовь выходит любовь слушайте тут кто-то из прошлого может припереться я вас заранее предупреждаю да возможно это не тот человек которого вы прям супер ждете то что я вижу вашу агрессию типа что ты сейчас пришел или пришла что ты сейчас объявился чуть и сейчас нужно вот так же идут смешанные чувства к мужчине овен лет стрелец какой-то урок с ним будете проходить и еще с водолеем и песами вузнецами он тоже к вам приходит но он я тебя испытываю к тебе чувства хочу помочь тебе в плане работы или учебы но при этом идет по любовным энергиям у вас очень много мужчин на этой неделе объявляется для мальчиков вы себе интерпретируйте под девочек да то есть у вас идет прям очень большое количество людей на этой неделе с кем вы как будто у меня такое чувство что вы будете точки ставить даже если вы сейчас в отношениях но вот вы будете точки надо ставить с очень многими людьми из прошлого своего то что много нерешенных вопросов по деньгам по учебе у вас счастье это очень хорошо добиться желаемого срубить куш получить долгожданный шанс возможность предложения альтернативу то есть да даже если вы не получаете прямо то на чем вы бы хотели что вы очень сильно хотели вы получаете какую-то альтернативу заменитель да но вам приятно с этого вам нравится вот фон недели прорыв взлет у весов взлет скрывается тоже информация какая-то вы меня становитесь тут переносчиками тайных знаний каких-то да то есть вы прям такие важные у меня становитесь я много знаю но говорить не буду да я обладаю очень важной информацией но вам об этом знать не обязательно будет взаимодействие на этой неделе с тремя людьми овен лев стрелять женщина козерог деватели от женщины и овен лев стрелять мужчина и рыба рак скорпион мужчина это все касается работы и ваших вот вашей карьеры так сказать прорыва кто этому будет тоже сопутствовать помогать вам это люди которые вот будут очень ярко фигурировать на этой неделе вашим прорыве тяжело чуть нелегко вам достанется но у меня все равно победителя у вас солнце луна и тройка мечей перестаньте что-то кому-то доказывать потому что вы не получаете удовольствие от своих побед потому что придет типа да я знала или знал что я охуяной но просто мне обидно что ты этого не замечаешь не видишь там мама папа или там паре девушка перестаньте кому что-то доказывать тот кто считает что вы замечательные этому человеку не нужно чтобы вы там вылезали из трусов до выпрыгивали и доказывали что после вот просто за то какие у есть я вас очень сильно всех люблю всем пока пока